Уважаемый господин генеральный директор, очень рад вас приветствовать в Петербурге, в России. С момента создания агентства Россия всегда не просто поддерживала, а оставила у истоков агентства с 1957 года и поддерживала работу агентства всегда. Мы активно ведём себя в рамках агентства и весь день, мы придаём большое значение данному делу, которому агентство посвящает себя и вы, как генеральный директор, посвящаете свою жизнь, годы своей жизни. Мы всегда выступали за то, чтобы все государства имели равный доступ к благам мирного атома, и при этом считали раньше и сейчас, наша позиция заключается в том, что нужно всё делать для того, чтобы ограничивать распространение военных ядерных технологий. Мы первыми, кто создал реакторы на быстрых нейтронах, мы развиваем, как вы знаете, судостроение, атомные двигательные установки, первые в России появились плавучие атомные электростанции. В общем, здесь по очень многим позициям в России занимает ведущее положение в мире в сфере ядерных разработок. Конечно, мы видим, что сегодня наблюдаются элементы излишней и опасной политизации всего, что связано с атомной деятельностью, но очень рассчитываем на то, что и благодаря вашим усилиям нам удастся всю эту риторику на этот счёт снижать и приводить в нормальное состояние эту сферу нашей деятельности и сотрудничества, несмотря на все турбулентности и сложные процессы, которые происходят на мировой сцене, на мировой арене. Мы очень рады видеть вас и с удовольствием обсудим все вопросы, которые нас взаимно интересуют, а может быть вызывают даже у кого-то беспокойности, но у нас тоже. Например, всё, что касается ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции. В любом случае, мы открыты для этого диалога и рады в ответе. Добро пожаловать. Большое спасибо, господин президент, за то, что согласились сегодня встретиться. Как вы сказали, вопросы, связанные с мирным использованием атомной энергии, действительно уходят корнями в историю. Россия всегда была главным действующим лицом в этих направлениях деятельности с точки зрения технической и в других направлениях для МАГАТЭ одним из основных собеседников по многим направлениям работы агентства. Как вам известно, сейчас вопросы энергетики, глобального потепления и многие вещи в том или ином виде связаны с ядерной энергетикой. Ядерная энергетика актуальна для сегодняшнего и для завтрашнего дня. Как вы справедливо заметили, вопросы сегодняшнего дня, наверное, как раз обуславливают важность нашего сегодняшнего разговора. Они чрезвычайно важны, ведь есть темы, которые имеют непосредственное отношение к физической ядерной безопасности. А касательно Запорожской АЭС, я прилагал усилия для того, чтобы избежать ядерной аварии, которая может оказать пагубные последствия для всего региона. И я с нетерпением жду нашей сегодняшней беседы с вами. Спасибо.